Здравствуйте, уважаемые читатели и комментаторы 19.рус.инфо. Сегодня мы пригласили к нам в редакцию представителя самой низшей власти, муниципальной власти, главу муниципального образования города Саиногорск, Михаил Анатольевич Валов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Анатольевич, прошло 6 месяцев с того момента, как вы стали главой муниципалитета. И, естественно, у наших читателей накопилось множество вопросов. Напомню, что вы победили на выборах в сентябре 2018 года с большим преимуществом. Почти в два с половиной раза вы обошли по голосам бывшего мэра Леонида Быкова. Все правильно. Я хочу сказать, что это был кредит доверия, и это было протестное голосование. Вы согласны со мной? Я согласен, что было протестное голосование, что народ устал и вынес Единую Россию, как крошки со стола, просто смел. Понятно, да. Что я сама помню вот эти дни, сентябрьские дни, когда мы все были полны какой-то эйфории, какого-то возбуждения такого волнительного, волнительных ожиданий, что вот сейчас придет новый глава, мы заживем лучше, чем жили, город заживет лучше, чем жил. Вот. И давайте посмотрим, что из этого вышло за полгода. То есть вы вчера только были простым жителем Саиногорска, ну, с активной жизненной позицией, естественно, потому что были депутатом, вот, и руководителем СМИ. А теперь вы оказались по ту сторону баррикады, то есть вы чиновник. Что изменилось в ваших ощущениях? Вот и за полгода вы смогли почувствовать себя хозяином города? В моих личных ощущениях практически ничего не изменилось. Я как чувствовал себя простым жителем города, ответственным, так я и чувствую себя жителем города. То есть я себя не очень высоко не ставлю, я не являюсь, так скажем, я не страдаю манией величия, я обычный житель города Саиногорска, патриот города. В данном качестве я слуга народа, то есть я себя абсолютно не ощущаю, так скажем, хозяином города, хозяин города у нас жителей Саиногорска, народ. Я единственный человек, который был обречен действительно доверием. Мне доверили быть главой администрации, главой Саиногорска, поэтому я себя вот именно так воспринимаю, как человек, наделенный более серьезной ответственностью относительно других жителей города.